Я выросла в Абхазии, и у меня очень много друзей из детства, и Абрани для меня очень теплые и родные люди. Поэтому я с абсолютно такой невероятной жизненной ситуацией теплой приехала сюда с удовольствием. Спасибо за такой теплый возраст. И можете посмотреть на сторону. А как я должна посмотреть? Так, да? Хорошо, я поняла. Такой вопрос, наверное, в продолжении, а может быть, и нет. В Армении довольно сильный музыкальный. Давайте вот сюда вы встанете, чтобы я могла и ребят уважить, армянские мужчины. Да. В Армении довольно сильны армянские, ну, классические музыкальные и джазовые музыкальные традиции. Есть ли у вас, возможно, опыт какой-то, мы не знаем, работы с кем-то из наших мастеров? И есть ли какие-то проекты на эту тему в будущем возможности? Я извиняюсь к этому же вопросу. Я знаю, что у вас фестиваль джазовый есть, вы организовали. Почему именно джазовый? Я отвечу на вопрос, значит, у меня очень много друзей из Армении, оперных певцов и классических музыкантов. Я абсолютно счастлива с ними дружить и работать. И отдельным счастьем это мой приезд сюда, потому что этот фестиваль, изумительный фестиваль, которому уже 23 года, это действительно очень интересно. Я абсолютно счастлива, что такие фестивали есть. Мой фестиваль Хибблогерзлама приглашает, ему 20 лет в этом году, но он не только джазовый, он классический музыкальный фестиваль, где и есть нотка джаза, конечно, потому что у меня есть несколько программ, и я с удовольствием, и с детства у меня любовь к джазу, и я с удовольствием служу эти программы. И мне кажется, что это очень интересно. Я очень надеюсь на то, что, зная, что здесь джазовая интересная очень история в Армении есть, я надеюсь, что я сюда только что приеду с этой программой. Можно вопрос? В вашей жизни есть такой важный человек, который играет главную роль, я имею в виду, чтобы достиг, помог вам, чтобы достиг творческих успехов? Конечно, у каждого музыканта есть такие люди, это, конечно же, родители, которые когда-то нашли и увидели потенциал, которые поддержали этот потенциал и которые дали возможность развить этот творческий потенциал и творческую, абсолютную историю счастливую из детства. И, конечно же, моей педагоги, я всем очень рада, и я всем очень благодарна, всем людям, кто был когда-то на моем пути. А у меня очень сильные и серьезные люди всегда были на пути, и сейчас тоже, поэтому я их очень всех люблю, всегда очень тепло обнимаю и очень с благодарностью. Через час начнется концерт. Какие эмоции сейчас есть, и какими эмоциями вы подниметесь с армянской, ну... Знаете, я первый раз приехала с Арменом Борисовичем Джигарханяном сюда, у нас был концерт в этом зале, очень красивая акустика, замечательный зал, и я с абсолютным трепетом сейчас, через час буду служить для вас, очень красивый концерт с красивой публикой, и я знаю, что у вас изысканная публика, они специально приходят, красиво одеты, я не знаю, для чего они приходят, это очень приятно. И я с удовольствием, абсолютно с открытой душой, очень теплой выйду сегодня на сцену, надеюсь, что я буду звучать, и армянской публике все это понравится, замечательный оркестр, и филармония, и маэстро прекрасный, так что я надеюсь, что сегодня все сложится с Божьей помощью. И у вас, можно, извините, в этом году не последнее ваше выступление здесь, на этой сцене, с оркестром, у вас еще есть тоскольд 10 декабря. Я с трепетом буду ждать декабрь, 10 декабря, приходите, потому что это будет изумительный состав, исполнительный, и для меня с Арсеном Сагаманяном и с Владиславом Сулимским это будет невероятным счастьем, конечно, и с маэстро Токчаном выступать и петь здесь тоску, конечно, на этой сцене, приходите, не пожалеете. У меня такой вопрос, вы с детства занимаетесь, естественно, музыкой, в консерватории класс фортепиано и вокал, а потом почему-то орган. Вот что вас привлекло в этом инструменте, и почему все-таки выбор был сделан на вокал? Вы знаете, мне кажется, что музыканты, особо певцы, они должны быть многогранные. Вот для меня, внутри меня многогранность, это очень важно. Я выросла у храма 9 века, я родилась в Пицунде, поэтому для меня первым долгом мне хотелось быть органисткой, конечно, поэтому я музыкальное училище закончила как пианисткой, и потом дальше все-таки не пошла в консерваторию как пианистка и правильно сделала, потому что мне кажется, что я хорошая, красивая певица. Я совсем не жалею об этом, а органная история, жизнь, ну это как часть моей жизни, я очень счастлива, что... Я закончила три года в Московской консерватории, органный факультет, это был, да, такой пробный как-то такой вариант, и я очень счастлива, что... Что вас потянуло именно на это? Я же вам говорю, я родилась у Пицунского храма, не все-таки... Это я помила, не все-таки... Я 2 века. Я же не ответила на этот вопрос. Сегодня будет сюрприз для армянского зрителя? Саватану, для армянского зрителя всегда есть сюрприз. На то он и сюрприз. Вы всегда, Вы часто бываете в жюри, и встречали ли Вы в конкурсной практике подающие надежды армянских молодых исполнителей? А где я в конкурсе? Я никогда не сидела в жюри конкурсе классическом, я только была в одном конкурсе, в конкурсе Барсовой в Сочи. Ну, давайте по-другому, давайте по-другому, да. Я уверена, что... Я знаю, я уверена в том, что в Армении есть очень много талантливых молодых ребят. И сейчас мы ждем как раз наш новый конкурс в Москве. И у нас будет очень много талантливых ребят, которые прошли на первый тур, и мы будем очень ждать их и будем надеяться, что они же тут. А у вас еще репертуар есть армянские композиторы? Я несколько раз пела, да, народные армянские песни, да. Но это было очень давно, это было в студенчестве. Можно еще один маленький вопрос. Я знаю, что вы вводили джазовый репертуар, насколько я поняла, так... Ну, не сразу, да, правильно я помню. Вот джазовый репертуар в сочетании с классическим как-то повлияло на возрастную и качественную составляющую вашей аудитории? То есть что-то изменилось под отношением? Выросло на очень хорошей джазовой музыке, и поэтому для меня джаз – это как бы часть меня. И мне очень хотелось дальше, когда я уже выросла и стараюсь делать что-то в классической музыке, мне хочется очень совместить эти два потрясающих момента в моей жизни, поэтому кроссоверы – это очень интересно. Но для меня важно, чтобы это было очень стильно и дорого. Если это немножко не то, что мне хотелось бы, я просто отставляю это. Мне кажется, что это должно быть очень изысканно. Поэтому все, что я делаю для меня – это изысканно. Для тех людей, которые пришли послушать и приходят послушать тоже, как показала практика, все это очень красиво звучит. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое.